Кровь без воздаяния. Четыре года после трагических событий на Майдане. Почему никто не наказан? Манно-пенсионная. Насколько вырастут выплаты военным пенсионерам и когда? Коммерческие основы дорожного движения. Легко ли купить водительские права? Сколько стоит липовая корочка? И почему коррупционную кормушку не удалось выжечь реформой полиции? Нетаньяху под подозрение. Антикоррупционный опыт Израиля. Как бороться с преступностью, невзирая на священных коров? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности недели. На этой неделе в Украине вспоминали Майдан. Четыре года после самых тяжелых дней противостояния в Киеве. И уже четыре года без приговоров организаторам и исполнителям убийств. Задумайтесь, насколько это цинично. Почти все преступления против Майдана совершались буквально в прямом эфире. Все записано. Все виновники известны. Но до сих пор не наказаны. Даже заочно. И с этим приходится жить не только нам, обычным участникам и наблюдателям протестов, но и родственникам тех, кто погиб на Майдане и пострадавшим. Евгения Коваленко продолжит эту тему. Именно здесь, в Михайловском монастыре, церковные колокола впервые сообщили о разгоне митингующих. И среди ночи созвали всех на Майдан. А позже здесь обустроили операционную, сносили раненых и отпевали первых героев Небесной сотни. В ту декабрьскую ночь в колокола звонил Иван. Тогда еще студент Богословской академии. Сейчас уже сам преподает. Вспоминает, не догадывался, что силовики штурмуют Майдан. Пока в монастырь не начали звонить активисты. В последний раз эти колокола так звонили, когда на Киев напали татаро-монголы. Иван бил в набат целую ночь. Но самое страшное было потом, когда в монастырь стали привозить пострадавших. В Михайловский монастырь приносили не только живых, но и мертвых людей. И сгорел их из профспелок. Две люди не было, я помню. Одразу же поделили. Тут лежали люди в контужении, тут были люди поранены. А справа лежали люди, которые просто хотели отпечатать. Вставляй. Одними из сотен раненых на Майдане был и он. Школьный учитель химии Сергей в 2014-м оставил жену дома, двух дочерей и поехал в Киев. 20 февраля на Институтской, прежде чем сам получил тяжелое ранение обеих ног, успел вынести из-под пуль нескольких человек. И этим себя спас. Потом были годы лечения и реабилитации, но боль в ногах до сих пор не проходит. Ему присвоили статус инвалида войны. Имеют льготы на коммуналку, проезд, ежегодный отдых. Получил все государственные выплаты. Но содержать семью непросто, ведь Сергей не может полноценно работать. Вещей с Майдана дома у него не осталось. Только государственная награда. Все отдал как доказательства в судах. Они тянутся годами, но виновных до сих пор не наказали. Хотя все знают, кто стрелял в Сергея. Когда я делала операцию, эту кулю вытягнули. Ей сделали экспертизу и установили человека, из чьей ручки она была выпущена. Беркутевец, из черной роты садовника, который втек в Россию. Эти четыре попали Павлу прямо в лицо, когда он снимал видео на Грушевского 19 января. Говорит, даже не сразу понял, что ранен. Ведь тогда и представить не мог, что силовики начнут стрелять по активистам. Одна пуля задела глаз. Была четыре годины операция, когда полностью око разобрали. Забрали все там, разбитое, все цикловидное тело, всю кровь. Все вычислили, достали кулю. И забрали око по новому. Есть ускладнение, есть отвергнение севки. И нужно делать повторную операцию. Операцию Павлу сделали за границей. Глаз удалось спасти, но не зрение. Я не хотел идти отримывать группу инвалидности. У меня и тогда, и сейчас есть свой невеличкий бизнес. Но у лекарей мне сказали, что нет, ты должен сходить, ты должен сделать. Сейчас Павел помогает таким, как сам, пострадавшим на Майдане. Даже создали инициативную группу. Консультируют по вопросам оформления документов. Только через 4 года после революции власти, наконец, полностью выплатили обещанную материальную помощь семьям погибших и раненым активистам. Но деньги пришлось выбивать, говорит Павел. Выплаты получили больше тысячи украинцев. Однако это далеко не все пострадавшие. Геннадия тоже ранили на Майдане, но он не захотел оформлять никаких документов. Есть те, кто действительно нуждается. Я таких видел, вот, ребят, у которых полчерепа, например, нет. Ну, честно говоря, я особо в деньгах, так что сильно не нуждаюсь. А тем более в подачках. Он приехал на Майдан в середине февраля. Дежурил на вахте, помогал активистам. Вспоминает, в ночь на 19-е взял только шлем с дубинкой и пошел к своей сотне, возле дома профсоюзов. Там, когда оттягивал раненых с передовой, картечью ему посекло лицо. На скорую руку раны зашили в полевом госпитале. Я не герой. Герои те, кто погибли. Это те ребята, которые шли на пули. Я два или три дня лежал дома, потом понял, что что-то у меня рот не очень открывается. Когда сделали снимок, сказали, что у вас три народных тела в голове. Операцию пришлось делать за границей. Он полгода не чувствовал часть лица. Но сейчас Геннадий поправился. Даже следов не осталось. Только воспоминания. Я видел, что все это искренне происходит. И что это происходит не за деньги. Для меня это очень важно было. И для меня важно было, что люди чувствовали, что они могут что-то поменять в этой жизни. Пока же единственное, что никогда не меняется, это бесконечное следствие по делам Майдана. Сотня погибших и тысячи раненых. Спустя четыре года виновники до сих пор на свободе. Евгения Коваленко, Ольга Паломарюк, Ирина Дьяченко, Вячеслав Фролов. Подробности недели. Телеканал Интер. Одно из важнейших событий уголовного процесса против сбежавшего президента Виктора Януковича состоялось на этой неделе в Аволонском районном суде столицы. В рамках допроса свидетелей обвинения в процессе участвовал президент Украины Петр Порошенко. Впервые в истории украинского правосудия действующий президент вот так отвечал на вопросы прокуроров и адвокатов. Напомню, конкретно в этом процессе Януковича обвиняют в госизмене. По расстрелам на Майдане суд против Януковича еще только предстоит. Судебная тематика на этой неделе вообще захватила украинских политиков. В нашей стране давно уже вошло в привычку брать физическую подмогу на все более-менее громкие процессы. Ну а если каждый приводит под суд крепких спортивных парней, ясно, что это может плохо закончиться. На прошлой неделе под судом был ранен полицейский. На этой неделе выяснилось, что МВД и вовсе может отозвать своих людей из судебной охраны. Почему? Да потому что и не должно охранять суды. Инатомина продолжит. Охрана отмена. Отозвать нацгвардию и полицию с украинских судов пригрозили в МВД. А все потому, что судья отпустил на поруки активиста, который ранил полицейского. Все произошло вот здесь, возле Соломенского райсуда Киева 15 февраля. Тогда избирали меру пресечения одесскому мэру Геннадию Трухангу. Во время потасовки один из активистов, Александр Федорченко, выстрелил из пистолета. В результате спецназовца с огнестрельным ранением доставили в больницу. Федорченко все-таки изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. Но осадок остался. А ситуация с охраной судов в Высшем Совете Правосудия вызвала беспокойство. Штурмы, блокирование, тиск – это повернение в те часы, когда Рада может давать какую-то команду, кто-то может управлять судами. Мы так демократичную державу никогда не побудуем. Последние годы в Украине почти все резонансные судебные слушания проходят под обязательный аккомпанемент. Стычек и драк. А места, где вершат правосудие, часто напоминает проходной двор. 60% украинских судов вообще не охраняются. Эта проблема загострилась лишь после того, как начали подрывать гранаты, начали палить суды. Подрывать, как здесь, в Никополе. В ноябре прошлого года во время одного из заседаний отец подозреваемого подорвал две гранаты. Сам погиб, 10 человек пострадали. Среди них подсудимые два конвоира, секретарь суда и вольный слушатель. Ну, эти же случаи не только в нашем суде проходят. Это в нашем случае уже так, что гранаты пошли, да. Вот это самогубство люди начинали. А так, в случае, вы же видите, что и трещат в судах, и что заманутся, начиняют. После той трагедии в Никополе о безопасности судов говорили много. Ведь оказалось, что в помещении и металлоискатель не работал, и деньги на должную охрану закончились. Мы отправились в Никополь снова, посмотреть, что изменилось. Но не изменилось ничего. Здесь до сих пор ни металлоискателя, ни нормального контроля посетителей. Проблема с безопасностью – это потенциальная угроза не только для судей и участников процесса, но и для судебных материалов. Ведь часто без нормального контроля они странным образом исчезают или самовоспламеняются. На все эти случаи должны быть видеоспостережения абсолютно кругом по помещению суду, и в коридорах, и в залах заседания, охрана, металошукачей. То есть не один какой-то защит безопасности, а комплекс. Ранее существовала служба судовой охраны Грифон, она была в структуре министерства, потом была фактически скасована, и сейчас происходит создание новой службы судовой охраны. Итак, Грифона уже нет, а службы судебной охраны еще нет. Сначала на новую службу не выделяли деньги, но в прошлом году дело сдвинулось. Далее ни много ни мало – 350 миллионов гривен. Но что-то опять пошло не так. Уже был выбран на конкурсе глава службы судовой охраны, но в последний момент он отказался от выполнения своих обязанностей. Сейчас государственная администрация оголосила повторный конкурс на главу службы судовой охраны. И, власне, после того, как этот конкурс завершится, эта служба должна снова начать набрать штат, персонал и, власне, все организационные и финансовые вопросы, которые относятся к созданию отдельной службы. На это нужно минимум полгода. Скорее всего, служба в оптимистичном сценарии работает только под конец 2018 года. Но пока новая служба существует только на бумаге. А следить за порядком временно придется полицейским или самим сотрудникам суда. Ведь, как показывает практика, в Украине нет ничего более постоянного, чем временные. Инна Томина, Сергей Бордюжа и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер. Евросоюз забирает у Украины деньги. Речь идет о нескольких десятках миллионов евро, которые европейцы выделили на модернизацию пунктов пропуска на украинской границе. Вроде бы сумма небольшая, ну, в масштабах страны. Но само решение показательное. Причем, за неделю наши чиновники успели пройти сразу несколько классических стадий принятия неизбежного. Сначала отрицание, затем праведный гнев. А потом уже только согласие, мол, действительно ЕС забирает свои миллионы. Первым неизбежное признал министр финансов Украины Александр Данилюк. Очень негативный сигнал, скажу вам подверто. Потому что, когда мы говорим про співпрацю с нашими партнерами, через собственную неспроможность мы просто сами себя дискредитуем. Все точки над «и» расставила публикация на европейской правде. Что бы ни рассказывали чиновники, якобы это не окончательное решение Евросоюза, его еще можно переиграть, журналисты со ссылкой на свои источники опубликовали все самые важные детали. И о том, что назад решение не откатишь, и о том, что Украине придется вернуть в Брюссель 8 миллионов евро, и о том, что на деньги европейцев должны были модернизировать не меньше 12 украинских пунктов пропуска. Ну а в каком состоянии сейчас все эти объекты на границе, то есть какими они теперь останутся еще, возможно, на долгие годы? Галина Якушко провела ревизию на одном из пунктов Раворусской. 16 миллионов гривен именно столько выделил Евросоюз для обустройства пункта пропуска Раворусской на украинско-польской границе. Работы начали 4 года назад. За это время освоили половину суммы. Эта программа предполагала, что 90% или 80% идет за деньги ЕС, а 10-20% идет за деньги Украины. И насколько я понимаю, в общем, были проблемы о этих денег спрофинансирования. А есть еще информация, что проблемы с тем, что деньги освоятся, а ничего не бывает. Происходит ли что-то и что построили на европейские деньги? Ответ на этот вопрос мы поехали искать непосредственно в Раворусскую вместе с таможенником Алексеем Саботом. Первое, что увидели, два вот таких павильона. Один при въезде, другой при выезде. Их соорудили для проверки грузового транспорта. Возле помещения встроенные весы. Но пока что они стоят без дела. Территорию возле павильона облагородили тоже за деньги ЕС. Проложили асфальт, обнесли проезд забором. Внутри свежий ремонт. Офисной мебели и компьютеров пока нет. Здесь должны были быть кабинеты таможенников и пограничников. Подсобные помещения тоже с ремонтом. Правда в кладовой висит проводка. Ждет пока обустроить электросчетовую, а туалет пока без воды. Новенькие шлагбаумы на бунте пропуска все подняты. Не работают светофоры, отключены ограничители высоты. По идее все эти устройства должны работать синхронизировано от пульта. Автоматически запускать по несколько машин. Но, как все будет на практике, здесь никто не знает. Ничего не используется? Ничего не используется. А как эти обмежения, они еще стоят? Они стоят закрыты. На легковой и на вантажной участке они открыты. Но они не двигаются. Они должны открыть и закрывать. Объект не может эксплуатироваться без государственного акта. Без закинчения всех водоработок. За день Евросоюза львовские таможенники также получили 4 автопогрузчика. С их помощью перевозят крупногабаритный товар. Одна из машин здесь стоит за железной дверью на складе. Попасть внутрь непросто. Сначала нужно убрать снег. Потом найти человека, у которого есть ключ. Подышать на замок. И лишь тогда дверь откроется. Попасть внутрь. Автопогрузчик покрыт синим брезентом. Здесь он пылится вместе с металлоломом уже второй год. Пока функции погрузчика выполняют таможенники вручную. Мы вручную, у тебя не нужны. А мы стоим вручную. Мы это не нужны. Все это пограничное таможенное добро. 95% от запланированной работы. Не успели закупить около сотни камер видеонаблюдения, аппараты для считывания номеров и кабель. В последний год финансирование забуксовало. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Львовская область. Вы смотрите подробности недели. И вот о каких темах мы поговорим с вами далее. Манна пенсионная. Насколько вырастут выплаты военным пенсионерам? И когда? Коммерческие основы дорожного движения. Легко ли купить водительские права? Сколько стоит липовая корочка? И почему коррупционную кормушку не удалось выжечь реформой полиции? Нетаньяху под подозрение. Антикоррупционный опыт Израиля. Как бороться с преступностью, невзирая на священных коров? Вот другое слово не подберешь. Просто феерическое ДТП произошло на днях в Киеве. На примере этой аварии очень хорошо видно, что на самом деле происходит на наших дорогах. Мерседес на евробляхах столкнулся с другим автомобилем. Оба они вылетели на трамвайные пути, перекрыв движение. Водитель Мерседеса сразу скрылся с места происшествия. Понятно, что евро номера дают ему привилегию без ответственности. Ведь напрямую с машиной водителя никак не свяжешь. Но и это еще не все. Свидетели говорят, что водитель Мерседеса был заметно пьян. А в салоне разбитой машины еще и бутылку водки нашли. Вообще статистика по пьяным ДТП в нашей стране растет из года в год. Несмотря на все меры по усилению ответственности. Например, в прошлом году полицейские зафиксировали аж 114 тысяч случаев пьяного вождения. Это на четверть больше, чем в 2016. То есть получается, что как минимум сотни тысяч водителей могут попросту купить евробляхи, ездить с ними в любом состоянии, ну а в случае неприятностей просто сбежать от наказания. Впрочем, на этом плохие новости не заканчиваются. Вдобавок к евро номерам в нашей стране до сих пор можно купить еще и водительские права. По крайней мере, объявлениями об их продаже завален весь интернет. Это аферисты? Или и вправду кто-то торгует реальными документами? Наша Елена Зорина разбиралась. Купить или отучиться честно? Это была открыта сумма, 3200. Так ли легко получить водительскую корочку? Коррупционная кормушка до сих пор работает? Или реформы все же в действии? Сейчас в Украине очень модно. Я сел, а меня водительское удостоверение привезли домой. Итог езды таких горе-водителей известен. Таких историй в Украине немало. В аварии попадают и бывшие чиновники, и даже те, кто причастны к выдаче водительских удостоверений. Пересек двойную сплошную, ударил в левый бок наше синее Митсубиси. От гибели моего папу не спасли. Это какой-то один из начальников МРЭО был. То ли по неосторожности, то ли от ощущения безнаказанности, то ли правила не доучивают, или вовсе корочки покупают. Купил права за сало. Так говорят о тех, кто не ездит вот так по автодромам, а просто покупает водительское удостоверение. Ежегодно в Украине новыми автолюбителями становятся несколько сотен тысяч людей. Но сколько из них липовых? Каждый пятый или каждый второй? Экзамен на одном из столичных автодромов. Это сдавшая теорию. Сейчас люди сдают вождение. Полсотни новоиспеченных выпускников автошкол готовятся стать полноправными водителями. На механике. Так. Посерьезно. Кожан из пыльных, филювания какие-то присутные. Удача, очевидно, улыбается не всем. Скажите, слава бить, пожалуйста, хорошо? Почему? Потому что. Вы не видите, что я говорю? Уже три года в Украине вместо МРЭО работают сервисные центры. Сотрудники новые и права выдают по-новому. У нас есть онлайн-камеры спостережения. Любой гражданин может зайти в экзаменационный класс и посмотреть, как складываются испыты. У нас уже есть несколько сервисных центров, в которых уже есть видеорегистраторы на автомобилях, на которых люди складывают испыты. Ежемесячно в этом сервисном центре выдают две тысячи новых удостоверений. Настя получила свое летом. Три месяца учебы, три попытки сдать теорию и столько же вождения. Для девушки получение прав стало настоящим тестом на стойкость. Ну вот они мои заслуженные. Я, конечно, долго намучилась, на фото видно, но зато теперь могу со спокойной душой садиться за руль. Настя рассказывает, как только попала в автошколу, начали поступать предложения. В самой школе мне не предлагали что-то порешать за деньги, но уже когда я пошла на вождение непосредственно, мне инструктор по вождению сказал, Настя, давай не будешь мучиться. В подтверждении своих слов показывает видео. Не дивись, Настя. У меня такая пропозиция, чтобы не было никаких проблем. Три с половиной тысячи и твои вопросы могут вырешиваться буквально там за каких-то, не знаю, 10-15 минут. И тех, кто договорился, девушка увидела уже на экзамене. Были молодые парни, которые приходили и такие, что я здесь вообще делаю? Я уже все решил. Выдают тесты, они там наугад. То есть, если, допустим, я потратила все выделенное время на экзаменационный билет, то они за 2-3 минуты поставили галочку, то есть крестики-нолики, морской бой, сдали, развернулись и ушли. Опыт львовянки Юли мало чем отличается. Сдали без грошей только я и еще одна девушка. Как все происходит, отследили львовские активисты. Эксперимент прошлого года. На сутки оставили включенную видеокамеру возле одного из сервисных центров. И увидели, что реальных выездов навчального автомобиля было до шести штук. Из 100 человек шестеро реально выезжали. Висновок такой, что хабарьи платят. Тариф покупной тоже известен. Есть 2300 гривен. 300 гривен остается в школе за передачу хабаря, а 2000 гривен передаются в сервисный центр. Сервисный центр автошколы – самая распространенная коррупционная схема, рассказывает юрист Игорь Лепявка. Оказывается, набирая учебную группу для покупателей прав, специально резервируют места. Человек оплачивает определенную сумму денег. И этого клиента устраивают в этот класс, который он абсолютно даже не приходит в эту автошколу. Он приходит только один раз, чтобы сесть перед фотоаппаратом и просто получить удостоверение. По сути, это целый бизнес с развитой сетью посредников и серьезной прибылью. Практические навыки уже приобретаешь непосредственно на дороге. Решалы или бегунки – так называют людей, которые могут помочь с покупкой прав и не только. Таких посредников раньше можно было найти прямо возле МРЭО. Сейчас ничего не изменилось. Целый ряд ларьков, предлагающих помочь с автономерами, договорами, купли-продажи машины. Так выглядит тыльная сторона одного из сервисных центров. Внутри убеждают – права не продают. Но тех, кто может помочь, надо искать в двух шагах на улице. Мы не занимаемся только в одном из сервисных центров. А это в основном клинике где-то возле полки машины. Дальше больше. Искать их особо и не нужно. Сами себя рекламируют. Сделать водительское удостоверение без хлопот нынче предлагают даже в метро. В интернете тоже полно подобных объявлений. Тарифы порой ниже, чем плата в автошколе – от 5000 гривен. А за опт – скидка. Дельцы уверяют, делают документы даже для тех, кто находится на неподконтрольной территории. С одним из таких связываемся по телефону. По легенде говорим, что права нужны для 22-летнего парня из Донецка. Можно сделать. Будет в 2017-2016 годах. 450 долларов стоимость. По документам нужна копия паспорта, копия кода. Фотография 3,4. И роспись отдельная на белом месте. Документы когда будут готовы? Максимально 14 дней. Любая категория, а можно сразу несколько. На цену это не влияет. Доставка почты, оплата наложенным платежом. Документы, говорят, не липа. Это оригинал, оригинал, госзанатовский знак. С подборкой на базе. Было чуть больше. Можно было крымский вариант сделать, они вообще не сидят на базе. Никогда проблем не было с ним. Максимально, что грозит, это штраф. Штрафы пока не поднимали. 500 детей гривен. В сервисных центрах утверждают, так работают аферисты. Продают подделки. Все документы, в том числе и об окончании автошколы, должны быть в единой национальной базе. А доступ к посторонним туда закрыт. Еще есть такая складова, как фотографирование человека. Это цифровое фотографирование. Мы фотографируем. Мы не можем делать скан с фотографией, как это было роднее. Проверять, подлинные права предлагают дельцы или нет, мы не стали. Но если такая схема существует, значит, ее кто-то крышует. Впрочем, это уже должно заинтересовать правоохранителей. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Галина Якушко, Сергей Килимник и Юрий Голубинка. Подробности недели телеканал Интер. Контракт на миллиард долларов. Большое соглашение сегодня заключили Укрзалезница и американская General Electric. В присутствии президента Украины Петра Порошенко и посла США в Украине Мария Иванович. Задача модернизировать украинские железные дороги. За ближайшие годы в нашу страну американцы должны поставить две сотни новых локомотивов. Причем с условием локализации производства. По контракту доля украинских комплектующих дойдет до 40%. На сегодняшний день подвижной состав Укрзалезницы практически полностью изношен. Кстати, глава компании Евгений Кравцов отметил, что за всю свою историю Укрзалезница приобрела только 8 новых локомотивов. Ну так что легко понять, насколько этот контракт важен для Украины. Под час моего встречи с президентом США Дональдом Трампом мы договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, мы договорились о сотрудничестве в энергетической сфере, мы договорились о сотрудничестве в машинобудовании, транспортном обудовании, в харчовой природной промышленности, в резком увеличении американских инвестиций в Украину. Наголошу я на том, что впевнен, что это только начало. Наконец-то принято решение по военным пенсионерам. Смелость на себя взял Кабмин. Почти полмиллиона украинцев уже в ближайшее время должны получить повышенные выплаты. Правительство готово потратить на эти цели больше 7 миллиардов гривен только в этом году. Дискуссия о повышении пенсии военным началась еще осенью прошлого года, когда было принято решение о новых выплатах для большинства украинцев старшего возраста. Вообще, по-хорошему, для этого должен быть принят специальный закон. И его появление анонсировали еще в декабре. Тем не менее, пришел январь, заканчивается февраль, а закона все нет. И вот, чтобы не испытывать терпение людей, пока политики спорят, правительство решило действовать самостоятельно. Но, если так, то, возможно, и специальный закон теперь уже принимать не надо. И почему вообще сразу, еще в декабре, нельзя было повысить пенсии вот таким решением Кабмина? Эти вопросы мы задали министру социальной политики Украины Андрею Реве. Вот что он ответил. Проблема, про которую вы говорите, это лишь часть той проблемы, которая на сегодняшний день есть. Мова идет про глубокое реформирование не только пенсийной системы Украины в целом, а и глубокое реформирование пенсийной системы обеспечения военнослужащих. Я обратил вашу увагу, что сегодня, например, пенсия военнослужащих, которая воюет на сходе Украины, каждый день рискует своим жизням, и пенсии военнослужащих, которые находятся в тилу, однаковы. Вот и вот себе. Сегодня человек, которая воюет на сходе, и ей доплачивают так называемые боевые надбавки, эти боевые надбавки в пенсийное забезопасение не включаются. Хида это не абсурд, хида это не ганьба для нас всех? Поэтому, когда премьер-министр выступал, если вы помните, он сказал, что главным нашим методом реформирование пенсийной системы для военнослужащих должно быть восстановлено социальной справедливости, чтобы пенсии тех, кто воюет, были большими от тех, кто не воюет. Мы должны создать систему стимулей для военнослужащих, которые берут участие сегодня в военнослужащих действиях, чтобы служить больше и служить лучше. Сегодня сегодня пенсийная система этим требованиям не отвечает. И поэтому мы ставили задание глубокого реформирования этой системы. Был разработан соответствующий закон, и мы четвертий месяц работаем над тем, чтобы погодить его с 12 различными силовыми ведомствами и многими другими зацикавленными сторонами. Было принято политическое решение разделить эти две проблемы, то есть выокремить проблему повышения пенсии как самостоятельно, и было доручение Министерству социальной политики, вместе с Минфином, Министерством экономического развития и торговли, и с силовыми ведомствами разработать порядок и разработать возможность для того, чтобы, не ждать нового закона, в межах старого законодательства обеспечить подвышение пенсии. Мы это сделали. При этом официальные лица говорят, в этом году новых добавок для украинских пенсионеров не будет. Следующая волна повышения ожидается только в 2019 году. Справедливо ли это? И почему в парламенте застрял специальный закон для военных пенсионеров? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Сегодня гость подробности недели. Здравствуйте, Юрий Бойко. Юрий Бойко, спасибо, что пришли. Итак, чиновники говорят, что свой долг перед пенсионерами они хотя бы частично, но выполнили. Но при этом новая волна повышения будет не раньше, чем через год. У страны действительно нет ресурсов для повышений в этом году? Давайте поймем, что вообще произошло с военными пенсионерами и пенсионерами правоохранительных органов. Есть закон 1992 года, по которому пенсионеры-военнослужащие получают пенсии из пенсионного фонда, который наполняется из бюджета. И есть постановление Кабинета министров, которое регулирует под законодательный, который регулирует этот порядок. Так вот, не нужен никакой дополнительный закон. Как только по закону повышается зарплата действующим военнослужащим, постановлением Кабинета министров, в пятидневный срок должно идти справка в пенсионный фонд, и он обязан пересчитать по действующим документам пенсию военнослужащим по нормативам и догнать, так сказать, зарплату действующих военнослужащих. Что сделало правительство, почему военно-пенсионеры почувствовали себя обиженными, почему они ничего не получили? Потому что правительство подняло зарплату действующим военнослужащим не постановой Кабинета министров, а приказом министра обороны. И вот эту бюрократическую зацепку использовали, чтобы не поднимать пенсию военнослужащим пенсионерам. Все нормативные документы есть, вот это была бюрократическая зацепка. Поняли, что идет скандал. Мы пошли в суд, мы же обратили суд в нашу фракцию, мы зарегистрировали постановление о том, чтобы приняли это увеличение. И мы зарегистрировали депутатские запросы о привлечении к ответственности тех, кто нарушил документы правительства. И когда поняла правительство, что начинается скандал, а последний раз индексация пенсии проходила военным пенсионерам в 2012 году, то пошли нам по пятую, скажем так, выделили имеющийся профицит пенсионного фонда 7 миллиардов, решили распределить. Это несправедливо, потому что все должно быть по закону. Есть постановление Коминета Министров, есть нормативы, по которым должны перечитать пенсию. Естественно, это будет больше, чем полторы тысячи, потому что последний раз им индексировали в 2012 году. Но лихая беда начала, это начало, мы дальше будем добиваться вместе с ними правды, потому что правда на их стороне. А вот какой правды, давайте поговорим подробнее. Некоторые эксперты говорят, с учетом того, как долго пенсионеры боролись, и не только в судах, да, военные пенсионеры боролись за свои пенсии. Они уже были готовы выйти на акции протеста. Сейчас звучат мнения о том, что будут новые судебные иски о перерасчете пенсии за вот эти вот годы с 2012, да? Вы говорите, что не индексировались эти пенсии. Это возможно? Нет, по закону, как только поднимается зарплата действующим военнослужащим, а это произошло в 2016 году, вот с этого времени должен произойти перерасчет. Как только происходит, точно так же и пенсии пенсионерам правоохранительных органов. Как только действующим полицейским поднимается зарплата, в пятидневный срок должно быть пересчитано пенсия правоохранительным органам, работникам. Но этого тоже не сделали, там просто тупо не послали справки и исключили их из этого процесса. И там суммарно это 700 тысяч человек. Ну, логично предположить, что, наверное, и акции протеста еще будут, и судебные иски в том числе. И дальше мы должны добиваться правды, что дайте расчеты, покажите, почему, какие должны быть пенсии, и выплатить то, что положено по закону. Это люди требуют свое. Никакой закон дополнительный не нужен, о чем говорит министр социальной политики. И так есть все законы, которые позволяют увеличить пенсию при увеличении зарплаты действующим военным. Понятно. Давайте поговорим о других социальных расходах. Вот смотрите, уже не первую неделю обсуждается тема государственной программы компенсации стоимости лекарств. Вернее, обсуждается провал этой системы, этой программы, почему она не работает. У меня такой вопрос. Почему это обсуждается вопрос в разных плоскостях, в СМИ в основном, но только не в парламенте? Ну, смотрите, мы в парламенте зарегистрировали постановление об отстранении от должности, причем даже без заслушивания, действующей, исполняющей обязанности министра охраны здоровья, госпожи Супрун. Потому что то, что она натворила со стороной в медицине, иначе к медицинским геноцидам не назовешь. Мало кто знает, но у нас, по оценкам специалистов, более 70% лекарств заходят в страну поддельной. И вот то, о чем вы говорите, и рембурсация провалена, и вакцин нет, которые раньше были, само собой, разумеющимися. И санстанцию убрали, теперь идут массовые отравления в кафе людей. И вот таких случаев по стране масса. И люди просто задают вопрос. Сейчас разрушается система скорой помощи. 60% комплектация врачей. 66 тысяч врачей уехало в прошлом году из страны за рубеж. Вот что вместе, это создает картину такого медицинского геноцида. И поэтому мы считаем, что этот руководитель не имеет права работать. Он должен, более того, она еще оказалась не гражданин даже Украины. У нее другое гражданство, и поэтому мы зарегистрировали постановление об ее отстранении от занимаемой должности. А до этого отчет не нужно было бы послушать в Верховной Раде? Ну, на самом деле, мы знаем, что она скажет. Она же на части правительства выступала. Она будет говорить о каких-то своих победах. Как, собственно говоря, все члены правительства, они говорят о своих победах, хвалят один другого. А выйдя на улицу, послушая людей, что они говорят, так высказывание губернатора Закарпатской области, которое вызвало, в общем-то, резонанс в сети, оно еще будет мягким по отношению к тому, что говорят люди о правительстве и о членах. Понятно. Давайте еще один кадровый вопрос. В коалиции уже анонсировали голосование по назначению нового главы Нацбанка. Как вы думаете, когда можно ждать этой замены Гонтаревой на Смолея? Анонсировано это стоит порядка дня на четверг. Я думаю, что они договорились и голоса какие-то нашли. Но мы голосовать за это не будем. Наша позиция понятна. Мы считаем, что кто-то должен, во-первых, отвечать за падение национальной валюты в три раза, что произошло, и объединение людей. А второе, мы как оппозиция не можем гарантировать, что этот новый руководитель удержит национальную валюту, а у нас нет рычагов на него влиять. Поэтому мы голосовать за него не будем. На следующей пленарной неделе рассмотрение каких еще вопросов можно ждать от Верховной Рады? Наша будет позиция, что мы будем требовать отчета правительства, предоставления программы выхода из экономической кризи. Ситуация архи-сложная по стране, это все понимают. И правительство просто пытается псевдореформами заткнуть рот и уйти от ответственности. Второе, мы будем требовать принятия закона о переселенцах. Их четыре. И которые и материально, и морально поддерживают этих людей, которых полтора миллиона в стране, и которые начинают свою жизнь с нуля. Поэтому у нас социальная направленность, у нас будет направленность на то, чтобы принимать решения, парламент принимал решения, которые действительно волнуют людей. Ну что ж, посмотрим, что из этого удастся претворить жизнь. Спасибо. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Мы продолжим очередным скандалом в Одессе. На этот раз в типичной мафиозной разборке с одной из сторон участвовал Минюст. Ну, по крайней мере, такие новости появились сегодня. Что происходит на самом деле, узнаем в следующей части нашей программы. С арматурой и ломами на здравницу. Захват Одесского санатория. Кто положил глаз на землю в элитной части города? Прощание с героиней. Украина провожает в последний путь военную медсестру Сабину Галицкую. Ее гибель не на шутку разозлила не только украинцев, но и полмира. Нетаньяху под подозрение. Антикоррупционный опыт Израиля. Как бороться с преступностью, невзирая на священных коров? Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник опять пожаловался на украинские суды. Сделал он это во время презентации свежего рейтинга от Transparency International. Индекс восприятия коррупции. Кстати, Украина в этом году занимает в рейтинге 130 место из 180 стран мира. Для сравнения, Польша на 36-м, Румыния на 59-м. Даже Молдова и та обогнала нашу страну, заняв 122-ю строчку. Так вот, Артем Сытник считает, что дальнейшая борьба с коррупцией в Украине попросту невозможна без антикоррупционного суда. Например, из более чем 100 дел, которые НАБУ уже передало в суды, фактически ни одно толком не рассматривается. Вероятно, такая же судьба ждет и знаменитое янтарное дело, в котором оказались замешаны даже народные депутаты. Помните, летом по их душе в Верховную Раду ходили прокуроры. И вот неприкосновенность тогда с них частично сняли. А приговор, возможно, уже они не получат. О ключевых пунктах янтарного дела напомнит наш материал. Этот остросюжетный ролик в широком украинском прокате уже давно. Но на экраны всех новостей страны вышел еще прошлым летом. Поезд на датаканности пришел. В главных ролях ГПУ НАБУ и САПА еще народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков. И она, агент НАБУ Катерина. Сюжет в лучших американских традициях детективного жанра. Около года НАБУ вместе с ФБР вели спецоперацию под прикрытием, чтобы словить крупную янтарную рыбу. В результате в сети и попали Розенблат и Поляков. Тому считается фейк. Вот только антикоррупционеры уверены, эти два нардепа за деньги лобировали интересы иностранной компании, которая собиралась незаконно добывать янтарь в Украине. Поляков и Розенблат внесли соответствующие правки до законопроектов. Вменьшение арендной платы за выдаст Борислав Розенблат с 25 до 5%. Извольнение от оплаты до 20-го года предприятия, которые завозят технику для выдаст Борислав Розенблат. И все это за 300 тысяч долларов. И почти всю эту сумму частями и передала им агент Катерина. Видео с ее скрытой камеры и есть главным доказательным козырем. Катерина почти год играла роль представителя иностранной компании и десятки раз встречалась с Розенблатом и Поляковым. Но мандат так никто и не сложил. Ни Борислав Розенблат, ни Максим Поляков. Хоть депутатской неприкосновенности таки лишились. И суд обязал их носить электронные браслеты. Но такая мера пресечения остановила не всех. Осенью детективы НАБУ сняли Розенблата с авиарейса совсем другими украшениями. Один, два, с каменьем, три. При этом сам Розенблат готов как можно быстрее отдаться в руки украинской Фемиды. О чем неоднократно заявлял. В СААП обещают ждать осталось недолго. Сопроважение лютого березня мы планируем до завершения. И таки закончили. О завершении расследования дела янтарной мафии заявили на этой неделе. И теперь начинается уже вторая серия детектива. Судебная. Затягивается и одесское дело антикоррупционеров, в котором фигурирует действующий мэр города Геннадий Труханов. Все суды по нему перенеслись на следующую неделю. 27 февраля судьи продолжат рассматривать ходатайство антикоррупционного прокуратуры об отстранении Труханова. А за день до этого, 26 числа, апелляцию прокуратуры на меру пресечения для Труханова. Напомню, Соломинский райсуд Киева обошелся с одесским мэром очень мягко и отдал его на поруки одному из народных депутатов. Хотя прокуроры просили для Труханова арест с альтернативой залога в 50 миллионов гривен. Труханов отсутствовал в Украине более полутора месяцев. Ему даже пришлось брать отпуск за свой счет, чтобы хоть как-то формально объяснить свое отсутствие. Если вину одесского градоначальника докажут, грозит ему от 7 до 12 лет лишения свободы. Но судебные заседания по этому делу превратились в боевик. Было уже почти все. И тетушки, и драка, и ранение полицейского, и даже сам Труханов вчера чуть не пострадал. И наверняка на следующей неделе эта судебно-боевая драма продолжится в том же духе. Ну а в самой Одессе ситуация не лучше. Вот сегодняшняя новость. Несколько десятков человек устроили самую настоящую мафиозную разборку за один из санаториев. Стороны конфликта впечатляют. Замешан даже Минюст. Якобы именно парни с Минюста, с арматурой и пытались захватить объект. Все подробности у нашего одесского корреспондента Андрея Анастасова. Ножи, пистолеты, кастеты, дубинки и сотня парней в балаклавах. Так сегодня на рассвете в санатории Лермонтовский заходило Министерство юстиции. Тетушки выбили двери, захватили административный корпус, отключили электричество. Врачей, пришедших на работу, на территорию не пускали. Несмотря на то, что внутри их помощи ждали порядка 70 пациентов. После инфарктов, после инсультов, после инфарктов 27, после инсультов 12, после тяжелых травм 14 и 11 человек беременных. Им нужен покой. А сегодня произошел захват. С начала 90-х прошлого века Лермонтовский находится в собственности Федерации профсоюзов Украины. Точнее его предприятие Укрпрофздравница. Но в 2015-м правительство решило передать санаторий Минюсту. С тех пор продолжаются тяжбы и попытки захвата. Вот и сейчас судебные исполнители пришли с решением, которое уже давно было оспорено и утратило силу, рассказывают в учреждении. Мы считали, что конфликт исчерпан после того, как санаторий Лермонтовский, коллектив и одесситы выиграл все суды. Но Министерству юстиции уже не нужно даже решение судов, чтобы захватить 10 гектаров возле моря. К 10 утра у санатория начали собираться активисты и неравнодушные люди. Врачей полиция внутрь пустила, тетушек с территории здравницы выдворила. И они стояли тут же в стороне. Стычек удалось избежать, хотя все были на взводе. Произошедшую попытку захвата правоохранители задокументировали. В конце концов, после долгих переговоров представителям Минюста пришлось уйти ни с чем. Уже в который раз при схожих обстоятельствах мы обратились за комментарием в само Министерство. Но ответа не получили. Только сообщение на сайте, в котором говорится, что исполнительные действия продолжаются, а единственный собственник здравницы – Минюст. Стоит отметить, что на фоне агрессивной застройки Одесского побережья Лермонтовский чуть ли не единственный здесь санаторий, где люди могут пройти лечение по относительно доступным ценам. А кроме того, сюда приезжают льготники со всей страны. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. Еще одна горячая точка сегодня в Сумской области. Там активисты заблокировали торговлю со страной-агрессором и выдвинули ультиматум чиновникам. Какого решения люди ждут от Кабмина уже в эту среду? Давайте посмотрим. Десятки активистов, национальных дружин и участников АТО еще с ночи собрались на акции возле крупного железнодорожного узла в Конотопе. Они уверяют, в этих вагонах очередная партия российских удобрений, которые в обход санкций попадают в Украину из страны-агрессора. Здесь на таможне в городе Конотопе происходит банальная контрабанда. Если мы, как активисты, не возьмемся за это дело, то вся химическая преимущественность Украины может встать. Пошлины против импорта российских удобрений еще в прошлом году ввели в правительстве. Однако, несмотря на это, вагоны, груженные карбамидами аммиачной селитрой из страны-агрессора, продолжают тысячами заезжать в страну. По данным экспертов, только за прошлый год Украина купила российского карбамида и аммиачной селитры более чем на 600 миллионов долларов. Чтобы обойти пошлины, одни поставщики мешают удобрения с добавками, изменяя химический состав, другие отправляют их в Украину через Белоруссию, где с мешков снимают бирки, сделано в РФ. Один из главных поставщиков российский Еврахим, который также сотрудничает с ДНР и ЛНР. В Украину Еврахим поставляет мешки с карбамидом, а на российские оружейные заводы – селитр для патронов, солдатам российской армии. В том числе и на украинские деньги владелец Еврахима, миллиардер Андрей Мельниченко, приобрел вот эту яхту «Белая жемчужина», самая длинная яхта в мире, в то время как наши заводы простаивают. Закрыть лазейки для поставок российских удобрений, что в январе должны были в Минэкономразвитие, уже сточив пошлины, однако решения не приняли до сих пор. Мы требуем, чтобы Кабинет Министров терминовый эмбарго ввел на поставку из России той продукции, которая вырубляется в Украине, пока будут вырешены антидемпинговые и прочие вопросы государственных стандартных и так далее. Мы не позволим сруйнувать химическую галузь Украины на угоду промышленной галузи края-агрессора. Если нас не слышат, то дальше уже по обстоятельствам акции будут прямых действий. Решения от правительства ждут уже на следующем заседании в среду, а иначе обещают блокировать пути, чтобы вагоны с контрабандными удобрениями не заезжали в Украину. Анастасия Старовойт, Евгений Пахальчук, подробности недели, телеканал Интер. Израиль под ударом, на этот раз антикоррупционным. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в центре скандала. Его соратников уже арестовывают и по слухам они готовы дать против него показания. Чем это все может закончиться и какую конкретно незаконную выгоду пытался получить израильский премьер, знает Сергей Ауслендер. Целая серия коррупционных скандалов, разразившихся в Израиле в последнее время, казалось бы, должна потрясти страну до основания. Но правительство пока не развалилось, экономика работает, да и никто вроде бы особенного внимания на это не обращает. Все дело в том, что это нормально. Идет обычная работа правоохранительных органов. Израиль страна маленькая и любой высокопоставленный чиновник здесь буквально как на ладони. Какая-нибудь поездка за границу, неожиданный подарок или дорогая покупка тут же становится достоянием общественности. А израильская пресса, для которой вообще нет никаких авторитетов, мертвой хваткой вцепляется в фигуранта скандала и публикует любые детали, связанные с нарушением закона. Главный герой последних лет – премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Против него возбудили уже четвертое уголовное дело. Оно напрямую не связано с коррупцией, речь не идет о получении взяток или каких-то материальных выгодок. По мнению следователей, он якобы договорился с владельцем крупного интернет-портала, что тот будет в правильном ключе освещать деятельность правительства, а взамен получит кое-какие преференции для другой своей компании. Это уже называется обман общественного доверия и тоже тянет на статью из Уголовного кодекса. Во время пребывания на посту премьер-министра на меня оказывается сильнейшее давление. Проводится множество расследований против меня с целью свергнуть правительство. Все началось с громких заголовков и прямых трансляций. Некоторые из них с громовыми полицейскими рекомендациями, как и сегодня. Но все эти попытки, без исключения, закончатся ничем. А вот это еще большой вопрос. Сразу по двум предыдущим уголовным делам, одно связано с получением взятки, другое все с тем же пресловутым обманом доверия, полиция рекомендует премьера судить. Это уже серьезно. Если прокуратура сочтет, что доказательств достаточно, дело передадут в суд, и тогда Нетаньягу придется уйти в отставку. Ему инкриминируется то, что он получал на протяжении многих лет подарки общей суммой в районе миллиона шекелей. Это порядка четверть миллиона долларов. И теперь ему предстоит объяснить, как получилось так, что люди дарили ему такие дорогие подарки. А проблема заключается в том, что миллионер, который дарил ему эти подарки, имел очень серьезный бизнес-интересы в Израиле. И во время, когда премьер-министром был Биби Нетаньягу, были продвинуты интересы этого миллионера. Это уже коррупция в чистом виде. Предыдущий премьер Ихут Ольмерт попал в тюрьму именно по таким обвинениям. В бытность мэра Майерусалима он поспособствовал за вознаграждение продвижению одного крупного строительного проекта. Итог. Крупный штраф и 27 месяцев заключения. Подобных примеров сколько угодно. В разное время в Израиле за похожие преступления сидели чиновники и политики разных уровней. От главы правительства до мэров маленьких городков. В израильском обществе крайне болезненно относятся к фактам коррупции. А еще если в коррупционном скандале замешан высокопоставленный чиновник или высокопоставленный политик. И всегда в израильском СМИ это будет новость номер один. Разумеется, посадить премьера сложнее, чем начальника отдела какого-нибудь министерства. Но пример того же Ольмерта показывает, ничего невозможного нет. Дело в независимости ветвей власти. Никто не может позвонить в суд и попросить или потребовать смягчить наказание. Принцип очень простой. Неприкасаемых нет. Сергей Услендер. Подробности недели. Ближневосточное бюро. Телеканал АИНТР. Но не только вот этим принципом неприкасаемых нет славится Израиль. Оттуда еще и выдача может растянуться на многие годы. Обладатели израильского паспорта, если конечно успеют добраться до израильской территории, при удачном стечении обстоятельств, могут провести там остаток дней, не отвечая на обвинения, которые им предъявляются в других странах, в том числе и по коррупции. Так что израильский паспорт это довольно надежно. Главное на израильской территории закон не нарушать, а вот на других территориях. О недавних приключениях одного из украинских обладателей израильского паспорта напомнит наша короткая справка. Полтора миллиона гривен. Именно во столько обошелся перелет в Женеву и назад скромному нардепу Вадиму Рабиновичу. Об этом на своей странице в фейсбуке написал блогер Сергей Наумович. По его данным, Рабинович обычному рейсу предпочел частный самолет. Борт UYPZM, который нардеп арендовал у сербской компании AirPink. Он вылетел 12 февраля в 16.10 из аэропорта Жуляны, а уже через три часа приземлился в Женеве. Стоимость такого перелета около 19 тысяч евро, то есть 650 тысяч гривен. По информации блогера, вместе с Рабиновичем на борту были еще несколько человек. Катаясь на лыжах или, возможно, в гостях у кого-то из украинских олигархов, в Швейцарии Рабинович провел почти неделю. А потом перебрался во французскую Ниццу, откуда и улетел в Киев. На еще более дорогом чартере. На этот раз румынской компании, заплатив за рейс 24 тысячи евро. Как удалось выяснить журналистам, кроме него на борту находились еще двое граждан Испании и гражданка Молдавии. А также российский бизнесмен. Это уже далеко не первая вип-поездка главного телевизионного защитника обездоленных. По данным журналиста Василия Крутчака, в декабре Вадим Рабинович роскошно слетал в отпуск в Азию. Улетел еще 20 декабря, до окончания сессии в Верховной Раде. Причем по своему второму израильскому паспорту. Сначала отдыхал в Сингапуре, а потом еще три недели катался на яхте в Таиланде. Как пишет Крутчак, такой отдых обошелся нардепу еще как минимум в миллион гривен. Давайте обсудим эту тему с Сергеем Каплиным. Народный депутат, лидер Социалистической партии Украины, гость подробностей недели. Здравствуйте, Сергей. Сергей, вы уже заявляли, что по Рабиновичу наши антикоррупционные органы ведут уже несколько расследований. Да, чего они касаются? Давайте напомним, когда ждать результатов? И чего, что грозит тогда самому Рабиновичу? Вы знаете, я все последние годы своего перебивания в Украинском парламенте активно боролся с коррупционерами и против коррупции. Именно поэтому столько всякого бруда эти коррупционеры выливают на меня за последние месяцы, чтобы уничтожить мою репутацию, дискредитировать. Проте я не остановился и направил до Национального антикоррупционного бюро, до Генеральной прокуратуры, низку звернений, которые стосуются, на мою думку, ВИП и наиболее циничного, но вместе с тем, наиболее жалюгидного коррупционера Вадима Зиновича Рабиновича. Прорушения стосуются, первое, фиктивных данных в декларации, точнее, отсутствующих данных, про властность, которая де-факто належит ему, это дом Козинін, где живет этот скромный народный депутат, который по декларации является, ну, мабуть, наиболее церковной мишей в Украине. Мы направили соответствующие заявления, мы имеем ответ от Национального антикоррупционного бюро, мы имеем витяг из единого государственного реестра проведения, про то, что они расследуют, сегодня, каким образом, набута ця властность, изменение всех фиктивных операций вокруг этой властности, и другие вещи, в частности, связанные с кредитами Рабиновича, с его рахунками за кордоном и так далее. Второе, которое касается просто циничных фактов, багатомиллионных витрат на перельоты, он уже не может, как простой народный депутат или лидер партії, систи у свой, нехай роскошный, броньованный автомобиль, но и у свой автомобиль, и поехать до Женевы, в Европу. Он не может систи на потяг, он не может систи разом с другими співгромадянами, в обычный литок, и даже нехай бизнес-классом полетит до той же европейской столицы. Он вынуждает, как это делают самые большие люди мира, президенты, миллиардеры, мультимиллионеры, целый литок, роскошный литок. А возможно вариант, кстати, извините, что перебиваю, что это не он заплатил, а за него заплатили? Если не он платит, то нехай скажет, кто есть спонсором этого перельота, какая мотивация этой оплаты, и если не это фактически хабарем, который берет Вадим Зинович Рабинович для того, чтобы в будущем, а сейчас, обслуговывать чьи-то интересы. Мне особисто, я думаю, миллионам наших співвечесников хотелось бы знать это. Друге, вопрос, где эти деньги? За декларацией, он является банкротированным предпринимателем. Он не имеет доходов, через которые может себе позволить такие перельоты, такой способ жизни и такую бурхливую политическую деятельность. Я могу только предупредить, что антикоррупционные органы обязательно расследуют походы этих денег. Но мне очень кажется, неозбройным оком видно, что Вадим Зинович Рабинович промышляет на разных замовных митингах. На разных замовных митингах, кошмаряя тех или других чиновников, например, Национальный банк Украины. И, фактически, занимаясь политическим рекордом, получив потом деньги, которые распоряжаются в тот способ, который мы с вами сегодня говорили. Это перельоты, раскисное життя, домики, кортежи, невероятная количество охраны и так далее. На один вопрос вы все-таки не ответили. Как вы думаете, хотя бы весной, я снова его задам, весной уже можно ждать результатов расследования наших антикоррупционных органов? Национальное антикоррупционное бюро, Генеральная прокуратура, САП, те органы, новые органы, которые созданы, они сегодня относительно независимы. Принайменно борются за свою независимость. И я считаю, для них это будет государственным испытом перед украинским народом, чтобы иметь поддержку украинского народа, расследовать праву народного депутата, лидера политической силы, расследовать праву, связанную с порушением антикоррупционного законодательства. Но есть еще одно вопрос, вопрос, связанное с тем, что будет с Рабиновичем, когда развивается этот скандал. И когда он понимает, что те наручники, которые он нещодавно махал на трибуне Верховной Ради, сейчас могут остановиться на его руках. Он может втекти в другую страну, покинчить свою политическую партию за жизнь, кинуть ее на позволящее, кинуть свой мандат, потому что у нас есть так же факты, на явности у Рабиновича, двоподвижного гражданства. Но, кстати, о двойном гражданстве уже не первый месяц, о двойном гражданстве Рабиновича уже не первый месяц говорят в стенах парламента. И депутаты уже даже обещали создать, проверить эту информацию, создав даже темчасовую следующее комиссию. Кажется, об этом речь шла. Члены регламентного комитета об этом говорили. Что сейчас? Заблокирована проверка получается или нет? Темчасовой следующее комиссии по Рабиновичу не будет. Рабинович давно и в полном обсязе на подтанцовках у ныне действующей влады. Такие люди, как он, прагматичные люди, которые живут с разрешением, никогда в жизни не сварятся с владой и не идут в лобовую атаку на владу, как мы это делаем. Он зарабатывает там спокойствие, лояльность и, я так понимаю, деньги. Поэтому никаких комиссий не будет. Единственное, что мы можем сделать, это, спираясь на независимость новых антикоррупционных органов, под депутатским контролем, под контролем отдельных нардепов, которые независимы, и которые борются весь этот период с коррупцией, добиться расследования этими органами тех фактов, про которые я говорил. Ну что ж, спасибо, что нашли время, пришли к нам на эфир. Сергей Каплин, народный депутат, лидер социалистической партии Украины, был гостем подробностей недели. Ну а мы с вами продолжим. Уже четвертый Балтийско-Черноморский форум состоялся сегодня в украинской столице. Это очень представительная международная площадка. В дискуссиях участвовали государственные деятели из стран между Балтийским морем и Черным. Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Украина и Молдова. Вообще в Европе очень распространены вот такие региональные форматы для сотрудничества, чтобы вырабатывать коллективные подходы во внешней политике и совместно добиваться реализации общих интересов. Мы все говорим, что все вокруг виноваты. Весь мир. А мы? Мы себе вонду заглядываем? Или что мы делаем в Украине? Я иногда нескромный вопрос для себя задаю и часто на него сам для себя отвечаю. Почему Украина никогда не была государством? В полном понимании этого слова. Ответ у меня очень простой. Давайте посмотрим на наш парламент, на политический бомонд. Да мы сами себе съедаем. Румыния, Польша, Украина, Молдавия, Литва. Это все регион, где может быть достигнут консенсус. Ну, последним словом я скажу так. Как я вижу завтрашний Евросоюз и завтрашнюю Европу. Сильной Украиной, экономической развитой Украины, безопасной Украины, составе Европы и Евросоюза. Сегодня есть хорошая дискуссия и меморандум, подготовленный всеми участниками конференции. В меморандуме есть заклик для общения между лидерами страны, безусловно один с одним. И сегодня констатуется тот факт, что фактически то общение, которое существовало 10-15 лет, его фактически сегодня нет. Сегодня такая дискуссия ведется и очень важно, что она в Киеве, потому что это один из тех шляхов, который реально может помогать нам регулировать вопросы войны на сходе нашей страны. А вот на самой войне новые жертвы. На этой неделе погибла Сабина Галецкая, военная медсестра. Машину, в которую она ехала от мирных жителей, обстреляли боевики. Сабина была всеобщей любимицей наших военных на передовой. Они ее называли Ласкова, Красуня. Сегодня прощаться с Красуней. В Житомирское село приехали полсотни побратимов. Хоронили ее в камуфляже. Смерть Сабины затронула даже Америку. О невинной жертве войны. Игорь Левенок. Вот такой была Сабина Галецкая. Голубоглазая, хрупкая девушка. В бригаде она служила санинструктором и была всеобщей любимицей. Кудряшке Сабине солдаты дали позывной Красуня. Она была особенным прикладом, надыхала людей. Показывала, что после этого общения с ней, военнослужащие, выходили как после исповеди. В маленьком летнем домике, в прифронтовом поселке Золотое, девушка обустроила вот такой медпункт. Здесь принимала пациентов. Порою здесь и жила. За помощью к ней обращались и военные, и гражданские. Она обеспечивала их полностью как медик, как лекарь. Полноценный, профессиональный, работник. Армейцы говорят, за два года на фронте Сабина повидала многое. Она рвалась на передовую, вывозила раненых бойцов, часто из-под обстрелов. На ее счету десятки спасенных жизней. Она любила жизнь. Даже зловещим картинкам придавала вот такое забавное содержание. Это она же свое художество доложила. Беда случилась на этой неделе. Сабина поехала на вызов к мирным жителям в Катериновку. Это село находится на линии соприкосновения. По дороге броневик, в котором ехала медик, обстреляли боевики из противотанкового комплекса. Задили, было небольшой шанс. Она ведь ничего не видела. Бойцы говорят, дорогу, по которой ехала Сабина, оккупанты часто простреливают из пулеметов. Чтобы уберечь от пуль, санинструктора посадили в БРДМ. Надеялись быстро проскочить опасный участок. Сегодня Сабина Галецкая в последний раз в своем доме. Возле нее почти все родное село Бастово-Рудня. Проститься с ней пришли и люди из соседних поселков. Молодой красавицей тут гордились. В ночи. Вот брат позвонил. Он говорит, что Сабинки нет. Важливо, что она патриот Украины. Небайдужа была она до чужого горя. Попрощаться с Сабиной приехали полсотни побратимов. У девушки была вторая ротация на фронте. Она служила в одной из наиболее героических бригад. Подразделение участвовало в боях за Марьинку и Красногоровку. По примеру старшей сестры, два месяца назад служить пошел ее 19-летний брат Павел. Боевые побратимы несут Сабину к храму. Дорогу усыпают цветами. Ее провожают всем селом. На гибель молодой девушки-медика отреагировали даже в посольстве США. Американцы призывают Россию приказать боевикам немедленно прекратить огонь на Донбассе. Игорь Левинок, Геннадий Вивденко, Андрей Костюк, Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер. Сегодня вступил в силу закон, о котором спорили почти год. Его называют смело-конечно законом о реинтеграции Донбасса. Официальное название длиннее. Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Петр Порошенко подписал документ во вторник, 20 февраля. Президент напомнил, что именно в этот день, 4 года назад, началась военная агрессия России против Украины. Теперь меняется очень многое для военных на Донбассе и для дипломатов. Например, заканчивается формат антитеррористической операции. Это предполагает и перемены в управлении войсками. Создается штаб новых объединенных сил. Президент ожидает от военных уже в ближайшее время кандидатуру нового командующего такими силами. Территории Ордло признаются оккупированными. Этот закон обеспечивает правовый механизм, в том числе и политико-дипломатическим шляхом повернения этих территорий. Одночас я хочу наголосить, что этот закон аж никак не порушает никаких международных обязанностей Украины. Так, Павел Анатольевич? Включаючи и Минские договоренности. Как это хочет представить сейчас Российская Федерация, выправдовывая свое небожание, отвертый саботаж имплементации Минских договоренностей. Курт Волкер, американский спецпредставитель по Украине, на этой неделе еще раз подчеркнул, что миротворцы на Донбассе могут появиться только как один из инструментов для выполнения Минских соглашений. Об этом Волкер сказал в интервью «Европейской правде». Миротворцы должны взять ситуацию по безопасности после вывода российских войск. Ну а затем Украина должна будет выполнить политическую часть Минска. Я здесь процитирую, именно Минские соглашения – это тот механизм, который в случае полного их выполнения вернет территорию. Начался уже и, можно сказать, целый международный конкурс по отбору миротворцев для этой миссии на Донбассе. О своей готовности направить солдат заявили почти в десятки стран. От Аргентины до Швеции, от Беларуси до Казахстана. Кстати, белорусский президент Александр Лукашенко озвучил и число миротворцев, которые готов предоставить от своей страны. Это аж 10 тысяч человек. Пока что это наибольшая миротворческая ставка из тех, которые уже были сделаны. Напомню, в международном сообществе сейчас обсуждается так называемый план Раснусона, который предполагает отправку на Донбасс миротворческого контингента общей численностью до 30 тысяч человек. Не менее 20 тысяч солдат и не менее 4 тысяч полицейского персонала. Итак, когда конкретно вот такие планы могут быть осуществлены и элементарно? Вот не надоест ли тем же американцам давить на Кремль, чтобы там согласились с концепцией миротворцев, которую предлагает международное сообщество? Обсудим это с Валентином Наливайченко, лидер движения «Справедливость». Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Валентин. Спасибо, что нашли время. Вот давайте вот с терпения американцев и начнем. Вы наверняка знаете доминирующее, так сказать, настроение в американской политике, да? Вот сколько еще будет раундов переговоров, например, Волкера с Сурковым? Уже три были, ну скажем так, малорезультативными, да? Когда могут быть приняты хоть какие-то решения по миротворцам? Как вы считаете? Я могу вам сказать и всем телеглядачам, чого насправді очікуют и демократи, и республиканцы в Конгрессе США. Мы и последние встречи там это засвечили. От украинской влады. Первое и главное. Представьте ваш украинский план. Как вы видите, самое главное – извиннение вашей родной земли, то есть нашей родной земли. Поэтому, с вашего позволения, я и начал бы с главного вопроса. А главное вопрос для нас, для Украины, звучит следующим образом. Мает быть сейчас украинским руководством четко визначена мета и задача для миротворчей миссии ООН. Я озвучу, какая должна быть мета. Мета – восстановление территориальной ценности Украины. Раз, что нужно сейчас отметить. И терминово, вот я наголошу, с сегодняшнего вашего эфира, хай почуют и едут в Нью-Йорк, в ООН, до Ники Хейли. Даже называем прозвища ключевого высокого класса и уровня американского дипломата, с которой нужно сидеть в ООН и отработать от главной меты восстановления территориальной ценности нашей страны. Главные задачи миссии. Валентин, я правильно понимаю, что вот эти цели, о которых вы говорите, они должны быть оформлены Украиной, как, например, проект резолюции Совбеза ООН? Подписаны, особенно, Порошенко, президентом Украины. Далее, что нужно сделать? Негайно визначити и представить высокого уровня дипломатичную військовую группу украинскую для работы за этим направлением и с целью метою. У нас есть высококлассные, святого уровня украинские дипломаты. Олександр Чалий, Мархиан Лубківский, Олександр Моцик. У нас есть и військовая элита, новая, украинская. Олександр, ну вы же показываете интер миротворческие миссии за кордоном, где берут участие украинские войскови. Там новые украинские войскови, которые владеют иноземными умовами, главное, имеют международный опыт работы в ООН. Поэтому я говорю, объединяйте військово-дипломатичную группу высокого уровня под методом восстановления территориальной ценности, четкий план для миротворческой миссии. Коротко, пункт номер один плану. Украинско-российский кордон, раз, миротворчая миссия. Вся тимчасово окупована территория для миротворчої миссии, два. И третья. Зараз новое объединенное Украинское войсковое командование має представить мапу чітку російської окупації. Для чего? Для того, что перед миротворчою миссией он направит оціночную миссию, оціночную группу, яка оцінить, что нужно делать, на які территории, де знаходяться окупанти, де знаходяться полігони по підготовці терористів, де знаходяться військові склади на окупованій українській территорії, для того, щоб їх, що, звільняти. Хорошо. Валентин, ось чіткий поэтапний план. Это все понятно, но это чіткий поэтапний ваш план. Не разобьется ли он снова о стену непонимання той же Российской Федерации? Как ее уговорить пойти на все эти вступки? Когда ты имеешь чіткий план, ты должен понимать. И когда ты имеешь фаховцев, которые умеют, а, вырубить этот план, б, его отстоять, это наш национальный интерес. И это наша территория. Нам не нужно сумнятись, а что подумает страна-агресор. Нужно действовать, действовать, действовать и еще раз действовать. Не спать. Потому что окупанти на нашей земле, страна-агресор, двое, две резолюции ООН, Алексею, засудили российскую агресию еще в 2014 году. На нашем боце больше, чем 100 стран, ООН. Поэтому нужно действовать. И украинская влада должна негаять час. Звольнение наших территорий зависит насамперед от нас. Но все-таки, если нам в этом будут помогать еще другие страны, которые пришлют к нам своих миротворцев, какие страны могут это сделать? Как вы считаете? Звучит мнение о том, что страны, соседствующие со странами, конфликтующими, не могут это делать, но Беларусь и Казахстан уже готовы помогать. Я сразу скажу, что и Пол Райан, и Марси Каптор, и конверсмен Уильямс, и другие, с кем я встречался в последний раз в Вашингтоне, чётко говорят, Валентин, мы союзники Украины. Простнее говоря, США – ключевые союзники для нас, для Украины в ключевом подходе. Мает быть примус к миру. И именно наш план для введения миротворцев мает предбачать примус к миру. С таким подходом американская сторона точно поддерживает Украину. То есть активно нужно действовать. И примус к миру – главный принцип для введения миротворческой миссии. И за этим принципом уже смотреть на других союзников, кто готовы на украинских условиях, на условиях союзничества Соединёнными Штатами, Великой Британии, Франции. Это я назвал трех ключевых членов Ради Безопасности ООН. Будь ласка, соседняя Беларусь, я знаю президента Лукашенко особисто, он решительный человек. Если они смогут долучиться именно до такого плана, примус к миру агрессора и освобождению украинских территорий, вот тогда уже говорить про количество, про разные страны, сроки и так далее. Валентин, если мы говорим о принуждении к миру, здесь тогда важно очень понимать, какие будут полномочия у этих миротворцев. Как законодательно их нужно поддержать таким образом, чтобы на Востоке не появились просто статисты. Само так, примус к миру и международный опыт. Я назвал святого уровня украинских послев. Они, в частности, были кто в Хорватии, кто в Румунии, и имеют надзвичайно высокий международный опыт, как правильно выписывается повноважение, например, для тимчасовой администрации военной, которая неминучая должна быть введена во время миротворной миссии на тимчасово окупованные территории. А тимчасово военной администрации для успешных стран, которые восстановили свою территориальную ценность, например, в Хорватии. Вот мне министратник Глубкиевский Маркиян рассказал, чёткий мали план по, перше, демилитаризации, друге, співпраці с местным населенням. Валентин, есть ещё один важный момент, который практически сейчас нигде не обсуждается. Это гражданские администрации на неподконтрольных территориях. Они тоже должны состоять, например, из международного представителей, да, из представителей международного сообщества. Или это будет всё-таки украинская власть должна делегировать туда, в общем-то, местной администрации. Мой подход – идти хорватским опытом, хорватским шляхом. Когда сначала должна происходить демилитаризация, примус к миру и параллельно не войска, а другие заводить вместо агрессора, а приносить мир, приносить гуманитарную помощь, приносить нормальное життя, повернуть спорт, повернуть защиту церков, повернуть всех, тех, кто змушен был выехать, так званых тимчасово-переселенцев, возможность им повернуться до их маяна, до их квартир. Это величезный шмат работы, и это, правда, будет за украинским урядом. И эта работа должна параллельно выполняться с решением всех вопросов, мандата и меты миротворческой миссии ООН на оккупированной территории. Спасибо вам за этот разговор. Валентин Наливайченко, лидер движения «Справедливость», был гостем подробностей недели. Ну, а я бы отдельно еще хотел отметить, что тема миротворцев для Донбасса обсуждалась и во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Джона Салливана. На днях он побывал в Киеве и провел переговоры с президентом Петром Порошенко. Впрочем, миротворцы и вопросы безопасности – это не единственная тема, о которой говорил американский дипломат. Большое внимание он уделил также и реформам в нашей стране, особенно борьбе с коррупцией. Салливан выступил с речью в Украинском дипломатической академии и подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают фронт на Донбассе и фронт борьбы с коррупцией в Украине, как две стороны одной монеты. Ведь без победы над коррупцией Украине не стать успешной европейской страной. Даже когда украинские солдаты и дипломаты борются за суверенитет и территориальную целостность страны, для всех украинцев еще одна первоочередная задача – осуществление мечты Майдана о лучшем и светлом будущем, свободном от коррупции. Украинский народ ожидает от украинских лидеров действий по реализации этих желаний. Как и американский народ, мы поддерживаем Украину, потому что Соединенные Штаты считают, что Украина имеет огромный, неиспользованный потенциал. И мы заинтересованы в том, чтобы Украина стала успешной, стабильной, безопасной, богатой европейской страной. Подробности недели снова в эфире. Спасибо, что дождались. Бойцовский клуб несовершеннолетних. Дети, которые под одобрительной возгласы толпы, издеваются и калечат друг друга. А потом выкладывают видео в сеть. Сейчас интернет буквально наводнен такими роликами. Извечная проблема детской жестокости сейчас приобретает новые черты. Циничной публичности и равнодушия. Травлю подростками друг друга сейчас называют буллингом. И с ним сталкиваются во всем мире. Но кто же должен предотвращать травлю? И кто несет ответственность за жестокие игры детей? И почему в нашей стране подобные случаи происходят все чаще? Любовь кукла разбиралась. Чушела? Да. Глядите, отвлекается. Это кадры нашумевшего советского фильма «Чучело». Драма 83-го года о детской жестокости. Картина о травле девочки поражала своей остротой. Саме явище старое, как свет на превеликий жаль. Спустя 30 лет не изменилось ничего. Только зритель стал более искушенный. Дети более жестокие. А сценарии еще откровений. Сюжеты подбрасывают сама жизнь. Теперь это называют словом буллинг. Ивано-Франковская школа. Видео избиения восьмиклассника выложили ученики. Сами избили, сами сняли на телефон и признались своей жестокости. Избили, потому что мальчик – сирота. Но что страшнее всего, мимо детей равнодушно прошла взрослая женщина. А это Каховка. Две школьницы устроили драку на глазах у подростков, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. Равнодушие к жестокости – еще одна беда нашего времени. На самом деле такие страшные инциденты сплошь и рядом. Дети доказывают, кто круче на школьных дворах, пустырях и в таких вот заброшенных зданиях. Сильные устраивают расправы над слабыми, тем самым ломая и свою жизнь. Это реально уголовная ответственность. Как в случае с избиением детей в Чернигове. Это происшествие год назад вызвало огромный резонанс. Средь белого дня девочки-подростки устроили бойцовский клуб. На глазах у большой компании. Избивали ровесниц до сотрясения мозга. Все ток-шоу, все телевизионные программы показали эту ситуацию и на мой взгляд забыли. То есть детей прокрутили по ток-шоу и далее мы отпустили ситуацию. Мне кажется, что очень важным было, чтобы общество знало, что за противоправные действия настаёт покарание. И это должно быть показано. Малолетним агрессорам грозит до 4 лет лишение свободы. Но пока реального наказания нет. Продолжается следствие. Суд ещё не начался. И это едва ли не единственный случай в стране, когда расправа уголовно наказуема. Уж слишком громким стало дело. За свою жестокость дети несут ответственность 14 лет. За причинение серьёзного вреда они могут попасть в колонию. Если мы говорим про цивильную ответственность, то это только в площадке захиста, чести и гидности. Цивильный процесс. И на превеликий жаль до сегодняшнего дня нет административной ответственности. Законопроект 3501 уже три года у нас висит в парламенте Украины. А случаи буллинга среди подростков в школах или на улицах никто не контролирует. Ещё пару лет назад в каждом райотделе милиции была детская комната, где работали со сложными подростками. Но милицию по делам несовершеннолетних ликвидировали, а новую службу пока не создали. Нема контролирующих органів. В условиях децентрализации Министерство освіти и науки, по сути, умывает свои руки. Поэтому нынче за детей несёт ответственность только учебное заведение, если травля происходит на его территории. Школа полностью несёт ответственность не только за обучение ребёнка, но и за процесс воспитания и безопасность этого ребёнка. Потому как родитель, передавший школе своё чадо, хочет иметь гарантию того, что с этим чадом ничего не случится. Как это недавно произошло в Днепре. В одной из школ дети затравили ученика пятого класса, Серёжу. У меня ребёнок позвонил мне по телефону и с надрывом в голосе плакал и кричал, мамочка родная, забери меня, пожалуйста, с этой школы. Я говорю, что произошло? Дети собрали петицию и во время перемены тыкали мне её в нос и говорили, мы собрали петицию, подписали и теперь тебя точно выгонят с класса. Издевались и морально, и физически, а всё потому, что семья мальчикам – переселенцем. В Днепр переехали из Тареза 4 года назад. Серёжа в 5 лет перенёс инсульт. С тех пор мама старается защитить его от нервных потрясений, но когда обратилась к учителю с просьбой оградить сына от издевательств, та ответила – ребёнок проблемный, забирайте документы и уходите. Я его не дам в обиду от всех. Извините, 28 человек, один ребёнок обидеть в априоре не может. Я в это не верю. С Серёжей, как и с его одноклассниками, не работали ни учителя, ни психологи, даже больше. В школе виновными во всём сделали только Сергея. Классный руководитель завела для него индивидуальный дневник поведения. Сейчас учитель на больничном по телефону рассказала. Шум подняли напрасно. Директора школы после скандала уволили. Нужно работать с вот этой средним прошарком. То есть куда эти ребята сделают шаг или в защиту, или наоборот в игнорирование, что кто-то страдает. От этого многое зависит, будет ли буллинг приживётся в этой школьной системе или нет. Но чаще всего случаи буллинга замалчивают. Детям стыдно об этом говорить, а педагогам страшно. Страшно за своё рабочее место. Статистики с приводу буллинга не существует в Украине. Безусловно, в учебных заведениях должны отвечать за безопасность учеников, сглаживать конфликты и пресекать травлю. Но всё же главная ответственность лежит не на учителях, а на родителях. В случае доказанной вины ребёнка именно они оплатят лечение жертвы или моральную компенсацию, тем самым расплачиваясь за свои недостатки в воспитании. Если в семье к ребёнку применяется агрессия, его оскорбляют, его бьют, например, или били в детстве. Чаще всего, когда унижается достоинство, подростки это редко прощают и могут накапливать. Против сильного папы или влиятельной мамы сложно пойти, и тогда агрессия смещается, и она направляется и выражается в той среде, где я могу тоже занять эту позицию сильно. Насилие среди детей – проблема, которую очень сложно решить, но можно предотвратить. И это в первую очередь задача взрослых. Любовь куклы Елены Миндалюк, Максим Чеблин, Евгений Коденцов и Оксана Алексеева. Подробности недели. Телеканал Интер. Не иначе как буллингом можно назвать и политику, которую Венгрия ведёт по отношению к Украине с прошлого сентября. После принятия нового украинского закона об образовании. Напомню, из-за спорной нормы о языке обучения этот украинский закон уже обсуждали и осуждали чуть ли не в десятке европейских столиц. От Варшавы до Софии. О нём говорили и в Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. И в Венеции на заседании Венецианской комиссии ключевого европейского органа для решения политико-правовых споров. Но именно у Венгрии позиция показательно непримиримая. Будапешт обещает блокировать любые проукраинские инициативы в ЕС и НАТО. И заявляет, что шагов к компромиссу, на который уже согласилась украинская сторона, для Венгрии недостаточно. Итак, чем закончится этот конфликт и главное, придётся ли Украине идти ещё на какие-то уступки Венгрии? Это вопросы для Лилии Гриневич, министр образования и науки Украины сейчас на связи со студией подробностей недели. Приветствую вас, Лилия. Скажите, когда закончится вот этот затянувшийся конфликт с Венгрией из-за украинского закона об образовании? И придётся ли Украине ещё на какие-то уступки идти? На жаль, я не могу сказать, когда закончится конфликт, потому что мы, свого боку, выполняем зобовязание. Натомість у Украины надзвичайно політизована позиция. Наприклад, недавно министр закордонных справ Украины снова начал говорить, что мы не имплементуем рекомендации Венеційськой комиссии, что не отвечает действительности. И сейчас, до речи, до парламенту уже внесено Кабинетом министров законопроект за номером 8046 про изменения до перехидных положений закону про осв работу щодо выдовжения тривалости перехидного периода. Перехидный период был предъявлен для запроведения мовной статьи в повном обсяде до 2020 года, а сейчас он будет выдовжен до 2023 года. Даже не с политической точки зрения, и не только потому, что это рекомендации Венеційськой комиссии, это для нас важно, власне, и с освещенной точки зрения. Потому что для того, чтобы мы запроводили новую модель освіти в школах национальных меньшин, с метою, чтобы дети очень хорошо владели рідной и государственной мовой, а это только расширить их возможности и на рынке работы, и для загальной социальной сгуртованности страны, нам нужно, по-перше, оновить методики навчания украинской мовы. В частности, в школах, где учатся дети с ридной угорской или румынской мовой, потому что это мовы совсем других мовных групп, и этим детям нужно больше времени для обладания украинской мовой, для того, чтобы запроводжувати предмети украинской мовы. Так само нам потребен час для подготовки вчителев, переподготовки вчителев, зокрема, тих вчителев, которые, наприклад, викладали мовою национальної меньшини, а будут переключатись на двумовное навчание або на навчание украинской мовы. Ми протягом цього періоду будемо послідовно впроваджувати предмети українською мовою, але в залежності від национальної меньшини, з врахуванням її інтересів, мовної групи, компактності проживання, ми будемо пропонувати різні моделі. До речі, ми також запропонували вже на обговорення і оприлюднили дорожню карту імплементації рекомендацій Венеційської комісії. І в цій дорожній карті передбачені і оновлені підручники, і передбачені ці моделі освіти для шкіл з мовами національних меньшин. Тому Угорщина надзвичайно перекручує насправді наявну ситуацію. Ну що ж, ясно. Давайте обсудимо з вами ще одну тему по школьному обученню. Вот Кабмін объявила про продолжение реформы школьного образования, утвердил новий стандарт для школы. Вот мені інтересно, що зміниться вже в ближайшее время в цій сфері і каких перемен ждати родителям і ученикам? Так, в Кабміні на цьому тижні було ухвалено стандарт початкової освіти. Цей стандарт початкової освіти вже базується на цінностях і підходах нової української школи. А основна ідея, якщо її коротко описати, полягає в тому, щоб ми перейшли від школи, де дітей в основному напихають лише теоретичними знаннями. До школи компетентностей для 21-го століття, а це не тільки традиційно всі ті обов'язкові компетентності, як знання і вміння володіти рідною мовою, державною мовою, іноземними мовами, математична грамотність, природнича грамотність, але це також інформаційна компетентність, громадянська компетентність, соціальна компетентність, культурна компетентність, фінансова грамотність і підприємливість. І ось цей стандарт початкової освіти враховує вже ці особливості. Ще цей стандарт враховує вікові особливості дітей. Діти у 6 років потребують ці сучасні діти зовсім інших методик викладання, ніж традиційно ми застосовували. Тобто це мають бути методики активної взаємодії, педагогіка партнерства, діяльнісні методики навчання, пошукове навчання. Зрозуміло, це потребує підготовки відповідних. Десь я хотів би вас перебити і задати один із головних питань, вислушав такі ціли правильні і високі планки. Возникає головний питання для української школи на сьогоднішній день. Квалифіцірованні учителя, де їх брати? Що сьогодні можна зробити, щоб привлечі їх на роботу в школи? При цьому рівні зарплати, соціальні гарантиї для учителей в Україні, він дуже далек від того, щоб зробити цю роботу привлекательні, що ли? Я думаю, що є дві основні речі, які необхідні, наприклад, молодій людині, для того, яка є талановита, і щоб вона прийшла і реалізувалася в цій професії. Перше, це належний соціальний статус, а за цим стоїть ставлення суспільства до вчителя і рівень його оплати праці. Зараз педагогічні працівники не є високооплачуваною професією. Навіть не зважаючи на те, що минулого року ми всім педагогічним працівникам підвищили заробітну плату на 50%, а цього року йде збільшення ще на 25% для вчителів, все одно заробітна плата залишається не на такому рівні, щоб вчитель себе міг почуватися повністю відданим тільки цій професії і не думати, яким чином йому зіснювати якийсь додатковий підробіток. Тому в законі про освіту закладений відповідний рівень, але до нього треба приймувати декілька років, важливо, щоб ми це робили наполегливо і поступально. А друга передумова, щоб вчитель відчував свою педагогічну свободу, щоб він не був затиснутий величезною кількістю різноманітних інструкцій, щоб він не підлягав адміністративному постійному тиску. І тут ми працюємо над законом про загальну середню освіту. Вже закон про освіту, наприклад, визначає можливості вчителя. Зокрема, на базі цих стандартів початкової освіти, талановиті вчителі можуть і навчальні заклади творити власні освітні програми і не їздити невідомо куди затверджувати ці освітні програми. Ми намагаємося також зняти репресивний контроль з учителя через органи місцевої влади. Тому що контролювати вчителя можуть тільки фахівці, тільки ті, хто добре знає ці вимоги до роботи вчителя. Тому ви бачите, що це потребує великих системних змін. І що нам дуже важливо, нам потрібен ще один інструмент впливу на мотивацію – це співпраця з батьками. Саме співпраця, тому що співпраця з батьками заключається не в тому, щоб просити в них додаткові гроші. І я сподіваюся, що з фінансовою децентралізацією, коли органи місцевого самоврядування отримали значно більше сьогодні ресурсу на місця, зараз батьки можуть стати також джерелом тої співпраці, яка буде на користь розвитку навчального закладу. Не тільки в сенсі фінансів, а в сенсі ідей, освітніх програм, які підуть на користь дітям. Спасибо за ответы. Лилия Гриневич, міністр образовання і науки України, общалась з подробностями неділи. Альтернативну точку зрення на український закон об образовании представив в Будапешті Александр Вилкул, народний депутат от оппозиційного блока. Он провел переговори с венгерскими политиками і парламентариями. Рассказал і о своєм законопроєкте, який може отменить ту саму спорну язиковую норму. Кстаті, ще і український конституційний суд должен дати свою оценку закону об образовании. В цьому суді закон тож оспорили оппозиціонерами. Я государственник і буду захищати інтереси України, даже тоді, коли наша власть, мягко говоря, не права. То, що зараз в нашій країні у власі те політики, які пересолили нас вже з усіма сусідніми в Європі, і з Венгриєю, і з Польщі, і з Румынією, і з іншими, це явлення временна. Сила нашій країни завжди була в тому, що у нас проживали люди разных національностей, разных культур, говорящих на разных языках. І для мене українець тот, хто зв'язує своє будущее з Україною. Ми до последнього вели переговори з Україною по вопросу закону об образовании. Але в итоге получилось совсем не то, що нам обещали на самому високому уровні. І такого роду нарушення обещаний трудно принимать. Тому нам не остається нічого другого, як вести переговори. І наша підтримка України буде зависити від результатів цих переговорів, від того, коли Київ вернеться на путь здравого смыслу. На этом все. Спасибо, що смотрели подробности недели. І до встречи в следующій пятніці.